Приветствую всех на нашем канале. 26 февраля 2020 года. По завтракам мы вышли на побережье пройтись у океана. Сегодня мы уезжаем в Коломбо. Ну, прям сразу уже и уезжаем. Вот Индийский океан. Погода хорошая. После прогулки мы собрали вещи и едем в Коломбо. От отеля мы добрались на Тук-Туке до остановки. Остановка находилась буквально рядом. И как удивлены были сильно, что вот такой мини-бас с кондиционером. В Коломбо мы не могли его найти. А здесь идет с Хикадувы, точнее с Галле идет до Коломбо. Цена всего составила 290 ланкийских рупий, что примерно в переводе на баты 100 бат. Поезд, как я уже говорил, 210, но это несравнимые вещи. Правда, на мини-басе ехать около трех часов. Но идет он шустро, быстро, конечно. И что удивительно, были пустые сидячие места. Потом немножко мини-бас заполнился, и людям пришлось стоять. Пока едем, я расскажу вам о Шри-Ланке. Шри-Ланка находится в Южной Азии. До 1972 года страна называлась Цейлон, что означает славная, благословенная земля. Численность населения Шри-Ланки 21 миллион человек. Средняя продолжительность жизни 73 года у мужчин, 77 лет у женщин. Сингальские и томильские языки являются официальными языками. А также английский имеет официальный статус языка межэтнического общения. Экспорт страны составляет 8 миллиардов долларов. Экспортируют текстиль, одежду, чай, специи, драгоценные камни, кокосы, резину, рыбу. Основные покупатели США – Великобритания, Индия, Германия, Бельгия. Импортируют на 12 миллиардов долларов. Это нефтепродукты, продовольствия, промышленное оборудование и транспортные средства. Основные поставщики – Индия, Китай, Иран, Сингапур. Также расскажу немного о бюджете поездки. Но прежде чем говорить о бюджете, я хотел бы сказать, что сначала мы ехали в Сингапур, вообще у нас по плану было посетить Сингапур. Но так как вы знаете, что если летишь с Бангкока, например, в Сингапур, то возвращаться в Бангкок уже нельзя, нужно вылетать в какую-то третью страну. И вот мы выбрали Шри-Ланку. Почему мы выбрали Шри-Ланку? Потому что это направление, которое сейчас все больше и больше осваивается туристами. Много есть видео по этому поводу в Ютубе. И мы решили своими глазами посмотреть на Шри-Ланку. Ну, что можно сказать о Шри-Ланке? Что да, океан, конечно, есть океан. Мы в свое время большую часть жизни прожили на берегу Тихого океана. И поэтому было интересно посмотреть на Индийский океан. Ну, океан, конечно, это мощь, это отдых для активных людей, серферов. Нам, конечно, такой отдых уже не подходит. И вообще, Шри-Ланка, такое впечатление для нас сложилось, что это для молодых людей. Это если в какую-то ехать Сигирию, то там надо идти куда-то. Мы уже, конечно, склоняемся к более такому спокойному отдыху. И, конечно же, если мы куда-то выезжаем из Таиланда, и в том числе даже и по Таиланду, все-таки нам хочется посмотреть новые места. Пляжный отдых нас уже не очень интересует, потому что в самом Таиланде мы можем прекрасно отдохнуть на море, которое, в принципе, нас вполне устраивает спокойно. Именно море для нас, для таких людей, как мы. Ну, что по бюджету. Значит, на Коломбо. А, прежде надо сказать, что эта поездка у нас была с 20 февраля по 27 февраля. На Коломбо мы потратили 10 тысяч бат, на Сингапур 20 тысяч бат. Но это на все, и отели, и еда, и походы по экскурсиям. Почему говорю в батах? Мы привыкли в батах. Билеты нам обошлись около 19 тысяч бат. Итого, вся поездка Сингапур-Шри-Ланка нам обошлась около 50 тысяч бат, что примерно составляет 1600 американских долларов. Или на то время в рублях это было 105 тысяч рублей. Сейчас, я не знаю, наверное, оттуда 20 тысяч рублей. Ну, считайте сами. Проехав в мини-басе 3 часа, мы приехали в Коломбо. Приехали на площадь около железнодорожного вокзала. И оттуда аж за 500 рублей товарищ, конечно, заломил. Мы добрались опять до своего же отеля, в котором останавливались, когда ехали в Хикадулу. И вот мы снова в Коломбо. И опять в том же номере, в том же отеле. И он кажется уже не таким плохим, как после Сингапура. Но удивительно, что первый раз мы арендовали стандартный двухместный номер. А теперь это делюкс уже. Как-то интересно. Цена та же, правда? Ну, уже он вроде и ничего. Заселившись в отель, мы поехали поесть в туристический и деловой район Коломбо. Ну, здесь цены, конечно, даже не то, что на Хикаду. И вот такая маленькая бутылочка пива стоит, если в переводе на баты, уже 70 бат. Там стоила большая. И весь обед нам обошелся в 500 бат, что в принципе очень дорого для Шри-Ланки. Решили пройтись по улицам. В настоящее время этот район является одним из самых посещаемых туристами районов. Здесь находятся правительственные административные здания, резиденция президента, банки, фишер-мебельные отели, бутики. Осматривать этот район лучше всего пешком. Ну, вот и так тоже живут люди в Шри-Ланке. Что хотелось бы сказать? Большой Коломбо, население его составляет 8 миллионов. Включают в себя три больших города. Почему Большой Коломбо? Это по примеру российского Сочи. Есть Большой Сочи, есть Центральный Сочи. Например, столица Коломбо, население всего, 700 тысяч. Это Центральная Коломбо. А Большой, как по примеру Сочи, 8 миллионов. Название города происходит от сингальского слова, которое означает «манговая гавань». Португальцы прибыли сюда в 16 веке и видоизменили название города в честь Христофора Коломбо. Мы находимся на набережной Коломбо. Здесь раньше был форт, была крепостная стена каменная. Но сейчас все разрушилось и построили вот такую вот набережную. Это набережная на берегу Индийского океана. Вот осталась одна пушечка. Ну, как памятник уже, конечно, оно не так было. Здесь Большой порт в Коломбо. Здесь хочу заметить чисто, а не то, что в том районе, в котором мы заселились. Там такой район какой-то бойкой торговли оптовой, что ли. Но шри-ланкийцы, точнее ланкийцы, в общем-то неплохо говорят на английском языке. Ну, видимо, сказалась колониальность. Вот перед нами порт вдалеке. И вот Индийский океан. Набережная довольно длинная. Впереди мы видим обзорную площадку. Там собирается народ и смотрит на Индийский океан. Ну, вот, собственно, мы находимся на этой обзорной площадке. Видим порт и набережная. Ну, в общем-то, конечно, смотрится красиво. Новые здания устроятся. Тоже, видимо, будет здание с обзорной площадочкой. Другая часть набережной. Ну, туда мы уже не пошли. Далеко. Вот небольшая полянка, где запускают змеев. Ну, видимо, там же их и продают. Перейдя полянку, мы подошли к дороге и отправляемся на другие достопримечательности Коломба. Перед нами одна из достопримечательностей Коломба – телебашня «Лотус». Фундамент этой телебашни был заложен 20 января 2012 года. Строительство закончилось в 2018 году. Высота телебашни 255 метров. Раньше здесь была обзорная площадка, она, в принципе, и есть. И пускали людей, но теперь уже не пускают. Мы арендовали вот такого товарища на тук-туке, чтобы он нас покатал по городу. Обошлось это примерно где-то в 300 бат от телебашни «Лотус». Мы поехали на площадь независимости. Езды буквально не так много, ну, что-то минут 15. Вот перед нами площадь независимости. Построена она была в 1948 году, сразу после объявления независимости от британской зависимости. На площади располагается мемориальный зал. Возле площади находятся планетарии, парки. Эти места любят посещать туристы, а также жители Шри-Ланки. Посетив площадь, с площади мы поехали в отель. Необходимо было отдохнуть, поужинать и собираться завтра вылетать в Таиланд. Такая куча маленьких тук-туков едет. Что интересно, здесь нет никаких правил. Если кто-то говорит, что в Таиланде как-то все хаотично. В Шри-Ланке, я бы сказал, очень сильно хаотично. Кто первый, тот и прав. Не важно какая у тебя машина, большая, маленькая, или вот такой вот драндулет. Все пихаются сразу сами. Первые, чтобы проскочить. Потом стоят, вот как бараны. Напоминает, действительно, вот как идет отара овец. На этом путешествие наше подошло к концу. Мы улетаем в Бангкок, в Дон Муанг. Следующее путешествие у нас должно быть в апреле в Индонезию. Но из-за коронавируса мы были вынуждены сдать билеты. Субтитры сделал DimaTorzok